МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Высокие стандарты. Загрузка мощности без нагрузки на экологию. Анастасия Кучинская побывала на производстве сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Ляскович в ожидании праздника. О том, как идет подготовка к международному фестивалю Зов Полесья, рассказал директор национального парка Припятский Степан Бомбиза. Гомель отметил день рождения, а заодно принял лучшие танцевальные коллективы из шести стран. Самые яркие события в репортаже Евгении Кухаронок. На этой неделе Светлогорский ЦКК опубликовал результаты исследований проб воздуха в рабочей зоне завода беленой целлюлозы. Замеры производила российская лаборатория Экоспейс. Специалисты проанализировали концентрацию летучих органических веществ, так называемых дурно пахнущих газов, которые образуются при варке целлюлозы. Результаты подтвердили. Предприятие обеспечивает нормативы предельно допустимых концентраций. То есть превышения уровня вредных выбросов нет. В данный момент тут уже вышли на загрузку мощности свыше 60% и приступили к отгрузкам сульфатной беленой целлюлозы на экспорт. В Светлогорске побывала наш корреспондент Анастасия Кучинская. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат – предприятие полного цикла переработки древесного сырья. Здесь делают гофрированный картон и ящики из него. Упаковочная тара ЦКК обеспечивает всю страну. Поставки идут в страны СНГ, Прибалтику и Европу. Очередным шагом в развитии стало открытие завода по производству беленой целлюлозы. В следующем году предприятие должно выйти на проектную мощность. Оно будет перерабатывать около 2,5 миллионов кубических метров древесины и выпускать 400 тысяч тонн продукции. Из них 300 тысяч тонн планируют экспортировать. Производство целлюлоза – одно из самых эффективных направлений деревообработки. Экспорт одной тонны приносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой целлюлозу произвели. И еще важный плюс – для производства пойдет любой лес и съеденный караедом, и почерневший, и сломанный бурей. Целлюлоза – это вот такие вот белые, в общем-то, ничем не примечательные листы. Но цена у них очень высокая. Однотонна стоит 700 долларов, то есть дороже нефти. Рынок целлюлозы стремительно развивается и увеличивается именно производство беленой. В мире резко сократилось потребление газетной пищебумаги, зато растет использование бумаги для санитарно-гигиенического применения. Розничная и интернет-торговли являются драйверами спроса на тароупаковочные материалы. Производители одежды дают предпочтение недорогому натуральному, а более дешевому искусственному шелку. Для производства всего этого нужна в первую очередь беленая сульфатная целлюлоза. Она занимает 70% всего целлюлозного рынка и востребованность увеличивается. До строительства завода всю беленую целлюлозу Беларусь закупала, сейчас может продавать свою. Если учесть, что целлюлоза это такой дорогостоящий материал, то это, можно сказать, пещера сокровищ Алибабы. Причем большая часть того, что здесь находится, уже продана. Несмотря на то, что завод пока в процессе пусконаладки, сбывает все, что делают. Порой даже то, что еще не произведено, уже продано. Заказчиков очередь только зарабатывай. Даже работая в полсилы, завод обеспечивает достойные зарплаты. Ученика берут сразу с окладом 600 рублей, операторы получают до 1200. Начальник участка – 2000. Заработок приличный даже для столицы, что уж говорить про светлогос. Но есть в этой банке меда и ложка дегтя. Часть местных жителей жалуются на неприятный запах от завода. Особенно возмущены в деревне Якимова-Слобода. Почему до сих пор задыхаются дети и взрослые, а? Почему страдают пенсионеры? Слезоточивость начинается, а потом поднимается, мне не лично, поднимается давление. Позавчера были они, что вы замираете? Вот они мне опять это все диктуют. А меркоптан самый ядовитый, который тут выпускается, от которого мы страдаем, никто его не замиряет. Правда не добиться? Вруто, вруто, вруто. Люди не верят лабораторным исследованиям о безопасности воздуха и считают запах ядовитым. Более того, они уверены, завод их травит, а правду скрывает. Чтобы показать, что скрывать нечего, власти и предприятия пошли на беспрецедентные меры. На новое производство пригласили сомневающихся и журналистов. Плюс общественность города. Это педагоги, рабочие, пенсионеры, обычные светлогорцы. Экспертное мнение должны были составить специалисты из Гомеля и Минска. Группа большая. В один автобус поместились с трудом. Осмотр начинается с площадки, на которую поступает сырье. К слову, пахнет здесь только спиленным деревом. Тут же, кроме вопросов о запахах, появляются новые. Представник нашего города, побратима, с Германии, Хельмштета, поглядев на все это. На жаль, его же нема в живых. Добрый человек был. И сказал, что когда попрацуешь этот завод годов 10, то Беларусь перетворится в пустыню. Вот этим вызвано мое питание. Ну, я хочу ответить вам. Мы прекрасно знаем Германию. Значит, я лично посетил предприятие, которое было запущено в 96-м году. Это в 120 километрах от Берлина в городе Штендаль. Значит, предприятие мощностью 690 тысяч тонн. То есть на 50% больше, чем наша мощность. И они тоже самое из вот этого региона, Брандербург и ближайшее к северу, заготавливают низкосортную сосну, хвою, березу и перерабатывают селозу. Предприятие аналогично имеет, значит, оборудование компании Андритс. И, соответственно, работает по той же технологии и выпускает продукцию. К слову, в Германии одни из самых жестких экологических законов в мире. Там предприятие построили, когда убедились в полной безопасности и нашли надежных поставщиков. Ими оказались как раз те самые австрийцы, что поставляли технику в Светлогорск. Делегацию заводят прямо в цеха. Здесь идет основной процесс переработки. Запах неприятный, но только внутри. На улице он уже не чувствуется. Очистные сооружения на заводе тоже самые современные. Сточные воды проходят столько систем очистки, что на выходе чуть ли не чище, чем перед поступлением. Правда, людей смущает желтоватый оттенок. Возьмем воду до сброса. И вот эту воду, которая сброса. И скажите, как мне вам доказать, что они знаки. И по внешним признакам мы сравним, что та вода будет чище, чем вот эта. Вот и все. Каким внешним признакам? Подсветным. Лабораторные анализы воды тоже проводятся. Превышения по вредным веществам нет. Местные жители говорят, что вода опасна и уже загрязняет Днепр. В таком случае должны бить тревогу украинцы. Но не бьют и, вероятно, ничего не находят. А это пульт управления заводом. Здесь все работает как часы. За процессом наблюдают десятки человек. А любой ошибки техника тут же просигнализирует. Система умная и сама себя защищает. То есть там все регулировки, все подачи, они сделаны. То есть система сделана, ну, скажем так, по-европейски. Она много защищенная. Возле центра управления, кстати, есть некоторый запах, но совсем легкий. И вообще на территории завода никто в противогазах не ходит. Они есть в наличии, но для повседневного применения не используются. В целом большого зловония гости не чувствуют. Перед началом съемок нас уверяли, что никакой живности ни на территории завода, ни около завода не осталось. Потому что здесь плохая экология, и все животные ушли. Но, как видите, вот этот вот котик, например, себя вполне хорошо здесь чувствует. И еще мы заметили птицы бабочек. Хотя слышали, что здесь так дурно, что даже птицы мимо не прилетают. Это наталкивает нам мысль. Завод слишком быстро обрастает слухами. Если в отчетах и исследованиях можно усомниться, то как не верить своим глазам? Все виденное предлагают обсудить в зале. Инициатором диалога выступил Светлогорский райисполком. Сюда пригласили два десятка экспертов. Ученых, медиков, правоохранителей, экологов. В том числе столичных. Но инициативная группа жителей Якимовой Слободы от диалога отказалась. Мы вопросами задавали. Мы знаем, какие получим ответы. Зачем нам там привозить? Те люди, которые там приехали к вам? Они приехали на экскурсию. Еще раз говорю. Неоднократно. Мы писали и будем писать. Это вот третья часть вот этих вот бумаг, которые мы получили ответы. Пока вы будете чувствовать запах, вы будете бороться. Будем бороться. Как только в зале появилась информация о том, что самые активные возмущенные покинули встречу, ушла и чай журналистов. Тех СМИ, в которых были самые громкие статьи о якобы травящем людей заводе. Возмущение местных жителей и рассказы о тяжелых последствиях выбросов не могут не впечатлить. Они действительно вызывают сочувствие. Но если отойти от эмоций к фактам. Ни одна служба не подтвердила вред завода для человека. Ни одна экспертиза, в том числе независимая российская, не нашла превышений. Не предоставлено ни одного задокументированного, хотя бы на мобильный телефон, в том случае, чтобы надышавшиеся газом дети теряли сознание в школе. Или людей от запаха рвало кровью. А именно такие слухи ходят по городу. Мои дети в городе ходят и в детский сад, в школы, в спортивные школы. В спортивных школах они общаются с ребятами из раз, со всего города. И ни разу, ни один мой ребенок не сказал, что вот там-то, там-то, либо в этой школе, либо вот у нас в садике есть какие-то рвота, ломбороки, кровотечения. Поэтому, отслеживая все эти вещи в социальных сетях, ну и так же встречаясь с людьми, которые вот истерят. Не ходите в детские садики, давайте это все дело закрывать, писать. Ну, я к этому отношусь как-то с легкой иронией. Жалко, кого здесь нет. Я хотела к ним обратиться. Ваши же родители. И слава богу, люди, которые работали и с Минватой, который наш БИК выпускал, я сама в этом цехе работала. Пармальдегет, это особо вредный. Люди живут, слава богу, от 80-90. Я с нами отработал, когда приехал. Я помню все запахи, химзаводы помню запахи. Наши запахи помню, да. И вот все, кто буквально неделю назад, я шел на первом микрорайоне, после дома сидит, три старухи, отходишь женщина молодая. И бабушки, что вы сидите? Звоните в 112. Нас травят. Так они говорят, мы же не ригаем ничего. Нет, вы все равно звоните. Но как это так? Зачем эта инициативная группа такое создает? Такой же ажиотаж в городе. Запах иногда можно почувствовать. Этого на заводе не отрицают. Но связан он с процессом пуска наладки. Сейчас он уже менее острый, чем был сразу после запуска. К концу года проблему обещают снять. Но из труб, заметьте, выхлопа нет. Это работают электрофильтры, которые осаждают взвешенные частицы. И по показателю взвешенных частиц в воздухе вы все видите показатель, который есть у нас в бегущей строке. Там, еще раз говорю, что эти фильтры обеспечат 99% очистки. Запах не постоянный, не представляет опасности, утверждают эксперты. Тот самый Меркаптан, которого так боятся жители Слободы, можно встретить и в быту. Его добавляют в природный газ, чтобы придать запах, предупреждающий об утечке. Ядовитый вряд ли бы стали добавлять. Запах сухим, он неприятен. Может ли для один из граждан-аллергетиков он дать какие-то аллергические реакции? Особенностью, например, такой группы веществ, как Меркаптана, является то, что действие этих веществ рефлекторное. Не возникает никаких изменений глубоких со стороны здоровья человека. И гигиенические нормативы при их соблюдении они обеспечивают безопасность. В течение стилей древней Кимовой Слободы не поступало. Заболеваемость никаких десятков раз в лету. Есть небольшая первичная заболеваемость на 4,5-5%, но заболеваемость эта выше по всему району, не именно по Кимовой Слободе. В зале два десятка экспертов. Они и их коллеги проверили завод вдоль и поперек. Все обращения местных жителей во все инстанции на контроле. По закону они не могут оставаться незамеченными, поэтому к делу постоянно подключаются новые специалисты. На все готовы ответить компетентно и только фактами, хотя без эмоций тоже не обходится. Юрий Андреевич со всей своей семьей живет в Светлогорске. Я свою семью перевез маленьким ребенком сюда. 11 лет ходит в эту школу. Лугинец Александр Васильевич со всей семьей живет здесь. Все, еще раз говорю, да, то есть... Товтин Игорь Павлович, со всей семьей живет здесь. Дышим этим воздухом, ну, зная какую-то информацию. Наверное, человек бы свою семью куда-то уже вывез бы. Тем более, имея эти возможности. То есть я коренной комельчаник. Год живу с Светлогорсом. Финал конфликта пока не обозначен. Возмущенные жители Якимовой Слободы готовы к разговору только по своим правилам. В интернете активисты запустили сбор денег. Это у некоторых уже вызывает подозрения, но сумму обещают потратить на экспертизы. Тем временем дурной запашок от этой истории уже распространяется далеко за пределы Светлогорска и даже Беларуси. По некоторым данным, санаторий «Серебряные ключи» теряет российских клиентов. А город в интернете представляют зловонной клоакой. И все это пахнет куда более дурно, чем Меркаптан. Анастасия Кучинская, Игорь Морищенко, Сергей Лукашок. Специально для «Новостей недели». Демонстрация реализованных при поддержке международного сообщества инициатив и обсуждение дальнейшего социально-экономического развития пострадавших территорий. На этой неделе Министерство иностранных дел Беларуси организовало двухдневный визит в Хойникский и Брагинский районы представителей аккредитованного стране дипломатического корпуса. Что увидели дипломаты и о чем шел разговор на организованном для них круглом столе, знают наши корреспонденты. Это уже традиция. Практически все посещающие Хойники и официальные делегации возлагают цветы к памятнику скорби. После Чернобыльской катастрофы в районе прекратили свое существование почти 50 населенных пунктов. На грани полного закрытия в 1986 году оказался и завод по производству сыров. Открытый за год до трагедии, он так и не успел выйти на полную загрузку. Местное сырье оказалось настолько загрязненным, что использовать его не было никакой возможности. Содержание радионуклида в молоке и сегодня – основной вопрос, который интересует всех, кто посещает предприятие. Представители дипломатического корпуса – не исключение. Если учитывать молоко, сырье от хозяйств, все соответствует нормативу. И самый больший показатель – это до 30 бекерелей. То есть при норме 100 бекерелей. В 2014 году на теперь уже в Полесском участке акционерного общества «Мелковита» реализовали инновационный проект. При этом часть оборудования закупили за средства международной финансовой помощи. Результатом стало новое производство по переработке сыворотки, которое ранее считалось отходами. Сейчас завод можно назвать не только современным, но и экспортно ориентированным. За 8 месяцев 2018 года было произведено 960 тонн сухого цельного молока. Из них 89% ушло на экспорт. Экспортные страны – Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Саудовская Аравия. Стреличевская средняя школа тоже во многом повторила судьбу завода по производству сыров. После Чернобыльской катастрофы ее закрыли. Потом занятия возобновились. Однако представителям Дипнисси рассказывают не только об этом. В 2006 году при поддержке швейцарского управления по образованию в Стреличеве открыли Центр радиологической культуры. Через два года проект завершился, однако все оборудование осталось в школе. Именно благодаря ему теперь здесь действует объединение по интересам «Эдельвейс». Информацию, чтобы обезопасить себя, о тех продуктах, которые можно употреблять в пищу, с которыми нужно относиться с опасностью, стараются эту информацию донести до своих родителей, в свои семьи. Чуть позже дипломаты отметят, радиологическая культура белорусских детей, проживающих в потерпевших районах, очень высока. Еще одно положительное замечание – в адрес Полейского государственного радиационно-экологического заповедника. Сегодня здесь ведутся действительно уникальные исследования по различным направлениям, в том числе с участием зарубежных специалистов. Продолжать международное сотрудничество здесь готово и дальше, однако при одном важном условии – такие контакты должны быть взаимовыгодными. Взаимовыгодные – это выгодно для всех сторон, для заявителя, для исполнителя, чтобы, конечно, получали какие-то дивиденды для развития дальнейшей науки нашей. Потому что все, что не делается в нашем заповеднике, все оно идет с научным сопровождением. Рабочая встреча министра по чрезвычайным ситуациям в Беларуси Владимира Ващенко и координатора представительства Организации Объединенных Наций в нашей стране Иоанна Казана-Вишневецкий во время этого визита уделяется особое значение. Белорусские спасатели и Организация Объединенных Наций – давние партнеры. Но ситуация меняется, появляются новые глобальные вызовы, на которые необходимо реагировать. Кроме того, во время встречи представитель ООН говорит о новом проекте, который планируется реализовать в Беларуси. Он будет направлен на поддержку предпринимателей, работающих в аграрном секторе. Для малых и средних предприятий на местном уровне. Не только в так званых чернобыльских регионах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Это проект общий для всей страны. Но мы будем обращать особенное внимание на территории, где такая поддержка наиболее нужна. Я думаю, что здесь у нас есть много примеров того, что можно сделать. Участие в этом проекте планирует принять и директор Барагинского фонда о поддержке предпринимательства и сельского развития Елена Молочка. Участники проекта ориентируются на выращивание сельскохозяйственных культур. Пока основной рынок – сбыта Гомельская область, но в планах выйти на внешние рынки. Кстати, во времена существования Советского Союза брагинские яблоки поставлялись в московский Кремль. Маловажный фактор, который мы продвигаем в деятельности нашего фонда, это то, что мы учим людей все-таки не увлекаться стандартными технологиями выращивания, а именно акцентировать внимание, конечно же, на качественном продукте, то есть базированном на органических принципах. Во время визита в Брагин представители дипломатических миссий главное внимание о работе, проводимой в рамках проекта ПРООН «Содействие развитию на местном уровне». Брагинчане оказались людьми инициативными. Медперсонал районной больницы, например, реализовал проект «Инновации в здоровье». В его рамках создали мобильный учебный центр и провели ярмарки здоровья. Визит представителей дипломатических миссий на Гомельщину завершается проведением круглого стола. Расширение биоразнообразия пострадавших территорий, трансграничное сотрудничество, развитие зеленой экономики, повышение двигательной активности людей с инвалидностью. Международное сотрудничество по устойчивому развитию подразумевает самые различные направления при одном и пременном условии. Оказанная помощь должна способствовать повышению экономической стабильности регионов. Я надеюсь, что такой большой проект настолько, насколько он показал свои результаты, настолько, насколько есть спрос на такие инициативы. Я надеюсь, что это будет продолжаться. Мы, конечно, будем это разговаривать с Евросоюзом, чтобы они дальше финансировали инициативы такого типа. Олег Шинтерова, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Самобытная полесская культура. Уникальная природа и традиции, насчитывающие не одну тысячу лет. 22 сентября все это можно будет увидеть в агрогородке Лясковичи Петриковского района, где пройдет международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесси». В этом году тематические подворья представят 11 районов Гомельской и Брестской областей. А гостями праздника станут около 30 тысяч жителей Беларуси, России, Украины, Польши. Об этом в интервью программе рассказал генеральный директор Национального парка «Припятский» Степан Бомбиза. Степан Николаевич, этот фестиваль уже пятый по счету. Как Вы считаете, насколько он отражает главную изначальную идею знакомить людей с бытом и культурой полежуков? Главная идея и задача фестиваля была и остается. Это, конечно, сохранение и знакомство с той разнообразной культурой и традициями Полесского региона, который сегодня наиболее сохранился на территории Белоруссии. Насколько масштабным ожидается нынешний фестиваль и будет ли он чем-то отличаться от предыдущих? На фестивале присутствует 11 районов из двух областей – Гомельской и Брестской. С каждым годом количество людей все нарастает и нарастает, в том числе и творческих коллективов. В этом году уже по заявкам не менее 30 творческих коллективов будут участвовать в фестивале. Народных, я имею в виду. А так, в целом, конечно, людей ожидается не менее 30 тысяч. Не менее 30 тысяч. Каждый год на несколько тысяч добавляется. Новые – это и конкурсы костюмов, и конкурсы коллективов творческих. И, конечно, однозначно, это представление этого Припятского региона в виде Полесской области. Каждый район будет в этой области представлять один из населенных пунктов, самых таких ярких, где больше всего сохранилась традиция. Сегодня в Ляскочах проживает около тысячи человек. На фестиваль приедут 30 тысяч. Будет ли их где разместить и накормить? В национальном парке не менее 200 мест, которые сегодня уже практически забронированы. Фестиваль однодневный, поэтому люди в основном приезжают и въезжают. Но есть дальние люди, которые хотят остаться здесь, побыть еще. Они бронируют в основном гостиницы. У нас целый гостиничный комплекс на 54 места. У нас несколько туристических объектов, баз. У нас есть прекрасный комплекс по приему официальных делегаций. То есть у нас есть где разместить людей. А что касается кухни национального парка, то она однозначно одна из самых лучших в Белоруссии. Для того, чтобы добраться до Лясковича, продуман целый комплекс мероприятий. Это и автобусы, дополнительные рейсы. Каждый час во время работы фестиваля, каждый час с Петрикова и Житкович в сторону Лясковича идут автобусы. Применены здесь и автобазы, и мы свои автобусы задействуем. Поэтому проблем добраться здесь не будет. Спасибо за беседу и пожелаем пятому фестивалю Клиш-Полесе удачи. Насыщенные на события. Последние три дня, несомненно, надолго запомнятся гомельчанам и гостям города. Областной центр отпраздновал день рождения и принял участников Международного фестиваля хореографического искусства «Сожский карагод». Евгения Кухаронок побывала на самых масштабных концертных, конкурсных и выставочных площадках. 14 сентября гомель накрыла танцевальной волной и на Центральном стадионе торжественно открыли 9-й международный фестиваль хореографического искусства «Сожский карагод». Зрители, а их было не менее 7 тысяч, окунулись в мир пластики, ритма и особой энергии танца. В программе приняли участие около 2000 танцоров. Здесь и представители эстрадного направления, и народники, и участники турнира по спортивным бальным танцам и даже балерины. Запомнится этот вечер еще и массой спецэффектов. Одно из самых впечатляющих – огненное шоу. Отдельную часть концертной программы отвели для знакомства с участниками «Сожского карагода». На стадион вышли танцевальные коллективы из 10 стран мира. В качестве подарка организаторы преподнесли иностранным делегациям угощения – традиционные белорусские драники. В ответ коллективы показали зрителю все свое хореографическое мастерство в танцевальных этюдах. КОНЕЦ 15 сентября Гомель принимал поздравления с Днем города. Почетными гостями праздника стали представители делегации городов-побратимов. Праздничную программу открыл музыкально-театрализованный пролог на Центральной площади. Известные исполнители и начинающие артисты представили вокально-танцевальное шоу. Флэшмоб перенес зрителей в родной дворе к дорогой сердцу и знакомы каждому с детства. Свой музыкальный подарок преподнесла и заслуженная артистка Белоруссии Ирина Дорофеева. Яркие концертные, выставочные и конкурсные площадки развернулись по всему областному центру. Своеобразной визиткой города над Сожем стала выставочная зона бренды Гомеля. Сквер имени Громыка превратился в город мастеров, а площадку возле медуниверситета отдали спортивной молодежи для фитнес-фестиваля и соревнований по силовому экстриму. А на Центральном стадионе выступила народная артистка России Валерия. День города объединил людей разных стран и национальностей, подарил незабываемые впечатления и хороших друзей. На долгие годы. Евгения Кухаронок, Наталья Каприленко, Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель». Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова